Продолжение следует... Ну, вы напомните зрителям, кто вам разрешил, почему? Вот всякие только православные оговорки по быту, по решениям тех или иных богословских вопросов, сочетающихся с бытом, реализующихся в быте. Я написал письмо Святейшему, что вот мне поступают предложения, что как к этому относиться. Он разрешил мне сниматься, но, соответственно, к тому времени он меня знал. Мы уже сделали, сняли кино «Начало пути», оно в итоге называлось, а изначально это был «Там, где восток». О судьбах духовенства во время оккупации фашистской, по воспоминаниям самого Святейшего. Фильм очень неплохой. Снимался он на две копейки. Чудом, вот опять мне удалось собрать коллектив, который работает на энтузиазме. Финансировать Минатом, деньги не дошли толком. То есть? Ну, насколько я правильно помню, там дикие какие-то, там 6 миллионов выделялось, а осталось 200 тысяч. Я звоню своему другу Игорю Ахмедову, говорю, вот такая ситуация. Я в последний момент это узнаю, поскольку, ну я кто, я сценарист только. Возьмешься, он говорит, ну ты с ума сошел, что ли? Я говорю, ну это нужно для церкви, в принципе, это все-таки такой проект, и мы все поможем. Михаил Олегович Ефремов бесплатно снимается, Олег Фомин бесплатно снимается. Я там бегаю на площадке, выполняю функции, какого-то администратора, еще кого-то. И вот так, в общем, коллективом. Здесь какое-то я предваряющее вижу, потому что вы начали с того, что вы впряглись в эту работу, потому что понадобились деньги. В результате выясняете, что никаких денег... До этого, до этого я написал сценарий по просьбе о жизни духовенства, о судьбах духовенства во время Второй мировой войны, потому что эта тема толком никем не освещалась. Ситуация была очень сложная, потому что фашисты были абсолютно уверены, что духовенство будет за них, против коммунистов. А духовенство в итоге-то либо погибло, не желая сотрудничать, либо разошлось по партизанским отрядам. То есть кресты на топоры, ну, такая история, все-таки это Великое Отечественное. Но с кино соприкосновений прямых не было, тем более вот в таком виде, как актер. И я написал сам для себя сценарий, по моему мнению, который должен быть беспроигрышен. Русские люди всегда любили разбойников, любили за удаль, любили за, прямо вот, биологическое воплощение слова «воля». Этимологически это несколько значений имеет. В разных других языках это одно слово. «Воля» у нас означает много чего. «Воля», «быть свободным», «внутренняя воля», «я вот такой». Ну, и все вокруг этого. Мистика русского языка. Я написал в той манере, которая мне близка. То есть я люблю сложные депричастные обороты, если они могут быть произнесены. И люблю либо неологизмом венчать это, либо архаизмом. Это снижает сразу градус важности. И допуск до слуха зрителя без вот ломки такой, слишком красиво, говорит. Такого нет. Потом я примерно знал, на кого я писал. Мне было легче выстраивать образы. Но семь лет этот проект не возвращался. То есть его не было. Он только усилиями Любы Калинской, нашего генерального продюсера, восстал из пепла. И было реализовано. Если бы не она, конечно, кино не было бы. Потому что я был на интернах, я не мог этим заниматься. Это тяжелый труд, это по организации. Но если бы это в американском варианте снималось бы, этот бюджет был бы 10 миллионов. Мы сняли, значит, в одну десятую этой суммы. Сняли на энтузиазме. У нас все цеха, ну, выкладывались. Очень редкая ситуация, когда на съемочной площадке все знают содержание сценария. И все по-своему вот видят это. И предлагают авторам. Причем предлагают не потому, что нужно, а потому, что хочется. И нам повезло. Мы сняли вот это приключение о разбойнике, о современном разбойнике. Сейчас же такая ситуация в обществе. В общем, все понимают, чего не хотят. Но никто не понимает, чего хочет. Она вот такая неопределенка, вечная общественная неопределенка. А вот этот образ, он как раз вот идеал. Это не то, чего хотят. Но вот тот образ, который может дойти до осмысления того, что нужно. То есть это в рамках вашего партийного строительства? Да, некоторые это называют агиткой. А, вот так вот, да? Тогда Маст просмотрит. Надо будет посмотреть обязательно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.